Тульский цирк единственный в России является постановочным. Его арена когда-то могла трансформироваться в бассейн. Сейчас такой возможности нет. За 20 лет, которые цирк простоял без капитального ремонта, все механизмы пришли в негодность. Цирк, безусловно, нуждается в косметическом ремонте. То есть ремонт холла, где облупилась краска, то есть тоже, опять же, 20 лет никто ничего не делал. Это сделано просто, так получилось, из-за неудовлетворительного хозяйствования. В последние годы Тульский цирк несет серьезные убытки. Государственного финансирования катастрофически не хватает. На данный момент руководство цирка пытается сделать предприятие самоокупаемым. Проводятся акции, делаются скидки на билеты. Но из-за плохого состояния здания не всегда артисты соглашаются выступать. Зверинец цирка уже мал для размещения всех животных. А гостиница давно требует ремонта. Я рассчитываю, что мы за сезон, к следующему сентябрю, то есть в течение года приведем цирк в порядок. Ну и, естественно, хотим немножко изменить, видоизменить фасад какими-то некапитальными, скажем так, работами, чтобы цирк был веселее, то есть и больше походил на цирк, нежели на какое-то здание, круглое здание в центре города. Чтобы собрать деньги, необходимые на ремонт, руководство цирка планирует предложить городской администрации проводить совместные акции. Например, для малообеспеченных семей. Сейчас уже есть план реконструкции цирка, разработанный тульскими архитекторами. В здании расширят гардеробные, изменится внутренняя отделка. Планируется также организовать около здания цирка обширную зону отдыха с новой гостиницей и подземной парковкой. Но пока это всего лишь планы, а цирк продолжает стоять без ремонта. Сергей Речец, Вадим Роженков, ТВ-Центр Тула.